На момент, когда я выпускаю матку, в семье масса печатного расплода, просто масса. Понятно, 10 дней там, ну, какая-то рамка другая вышла печатного расплода на выходе, а основная масса расплода находится в печатном виде. И если взяток прервался или не состоялся по причинам, ну, как в этом году, какая там в природе аномалия, значит, есть на чём сразу же сделать отводок на старой матке, в стороне. Время, время только май месяц, впереди ещё всё лето, развитие, можно обгулять маток, но это периодически показываю в своих роликах, и подойти к главному взятку уже с этим дуэтом, и с обгулянными матками в основной семье, и с включённым инстинктом старой матки. Они, бывает, выходят на конец сезона, то есть к главному взятку, одинаковые, по силе, могут автономно принимать участие в последнем товарном медосборе главного взятка, либо объединяются, ну, это уже на усмотрение пчеловода, и на интенсивность медосбора. Там уже, главное было бы, с чем к этому медосбору подойти. Поэтому не задерживайте на очень длительный период изоляцию матки вот этот роевой период, именно перезимовавшей матки, чтобы не получилось так, что мы выпускаем матку с изолятора, ни единого расплода, ни единой ячейки расплода, она рамку насеяла, и всё. И начинается демонстрация своего роевой инстинкта, его никуда не денешь. Перезимовавшая матка обязательно в этот период его продемонстрирует. А отводок уже будет делать не на чем. Поэтому на 10 дней, всего-навсего, и перед акацией выпускать. Вы сразу себя перестрахуете на случай, если взяток прервался. Можно сделать отводок и, соответственно, заняться обгулом маток в основном этом стояке родительской семьи. А лучше всего это делать на упреждение, не дожидаясь. Жертвовать акацией, ну, не напрасно. Я всегда привожу пример Волоховича и Цебро. Они не молились на товар с этого коммерческого вида мёда, белой акации. Они брали уже в конце сезона главного взятка мощными семьями, с перевесом по количеству и с выходом уже в материальном эквиваленте намного больше, чем если бы это был бы взяток с акацией, и мы бы его взяли. Поэтому, если уже заключили матку в изолятор весной, значит, включаем и применяем изоляцию эксклюзив двухкратную. Что это значит? На третьем поколении закрыли матку в изолятор. При массе разновозрастного расплода и при условии, что кормовая база позволяет, ну, если есть где-то в регионах такой конвейер медовый, значит, продержать эту семью с изолированной маткой, старой, перезимовавшей, полностью весь этот медовый конвейер. Около двух месяцев. И по солу, в том числе, по нашему региону. Затем выпускаем матку, обрабатываем семью от клеща и наращиваем в августе месяце, ну, так, утрированно по нашей местности, пчелу в зиму, без клеща, соответственно. Есть в этом хорошая особенность положительная, но не задерживать ее так вот на 15 дней, на 20 дней, то не все получится. И взятка не получили, и семья будет такая просаженная. Я в последнем ролике показал, как выглядит семья уже на момент цветения акации, какая она по силе и две обгулявшиеся матки. Вот вам, пожалуйста, уже молодая матка, плодная, в родительском стояке этом, и был бы взяток с акации, рабочее состояние обеспечат уже молодые обгулянные матки, что еще нужно, был бы только взяток, но его нет. Ну, раз нет, значит, будем развиваться все лето в лице и перезимовавшей старой матки, в лице отводка, и уже обгулянные матки в родительской, бывшей безматочной семье. Между ними сделать взаимозамену рамками, выровнять их, дать хороший старт, чтобы это было без пробуксовки в обоих семьях. И к концу сезона, то есть к главному взятку, подойти уже с достойным дуэтом по силе. Я в прошлом году обкатал трехкратную изоляцию маток, но перед этим, я уже сказал, на 10 дней всего закрываю перезимовавшую матку, не больше, чтобы было при случае сделать с чего и на чем отводок. А вот подходим мы к цветению подсолнуха, первому июлю, я закрываю маток и в отводках со старыми матками, и в отводке, вернее, родительской семье уже с молодыми матками. Выбираю полностью товар за целый месяц с последнего главного взятка. И в июле, и в августе месяце, с первого числа, выпускаю на месяц для наращивания силы в зиму. Перед этим, конечно, обрабатываю от клеща семью, а не от расплода. Понятно, что если какой клещ накопился, залито, то удобный момент, удобная ситуация, конечно же, его сбить и дать возможность нарастить зимовалую пчелу уже в отсутствии этого паразита. Хороший такой технологический момент, который стоит внимания. Ну и вот такие вот нюансы. Не буду я сейчас говорить о анонс, что касается конца сезона, зимовки, двухматочной зимовки, весеннего старта, это мы уже прошли. То, что по-горячему сейчас еще нужно и может пригодиться кому, значит, мы и будем обсуждать. Ну, я готов слушать, если у кого есть вопросы, соответственно, по сезону, по сложившейся ситуации. Спасибо, слушаем. Владимир Григорьевич, здравствуйте. Вопрос такой, значит, у меня вот пришлось несколько семей. Ну, я не выпустил маток, вот они так и сидят, и просидели в взяточное время, ну, как бы уж решил не выпускать до липы. И, значит, потом, когда будет наращивание зимней пчелы, вот, я слышал, Михаил Иванович Миленин, он говорил, что те, которые просидели все лето в изоляции, ну, проработали на взятках, они, значит, могут вырастить только одну пчелу взамен себя. Ну, как бы не очень к выращиванию расплода склонны. А, значит, и я высчитал, вот на ваш взгляд, правильно или нет, значит, наращивание зимней пчелы должно происходить 45 дней. Ну, и в течение лета я должен парочкой рамок подселить такую семью печатного расплода. Правильно я рассуждаю, или как вы думаете? Ну, вообще-то я считаю, что в зиму должно быть выращено два поколения. Вернее, вот выпускаю 1 августа матокс-изолятора, и они должны поработать минимум месяц. А лучше, если это будет 40-45 дней, чтобы вышло молодое поколение, первое, и оно уже выкормило второе. зимовалую, именно зимовалую пчелу. Я склонен, ну, это моя философия, мое утверждение, что зимовалую пчелу должна выкормить молодая. Старая, вот, понятно, старая одна-одну выращивает. Хоть с весны зимовалая пчела, хоть и если она просидела вот долго в изоляции, матка, не было обновления пчелы, и старая, та же самая, она старая получается. Тоже такой же расклад по выкармливанию. Поэтому желательно всегда держать в основе эту арифметику. Если вы заизолировали матку в мае месяце перед акацией, значит, нужно выпустить ее и посмотреть по ее состоянию. Бывает матки, ну, взяток этому способствует. Она продолжает, включая свою активность после изоляции, ее можно продержать весь сезон, и именно 40 дней до следующего, у нас это главный медосбор, и 1 июля, ну, я по своей местности рассказываю, а каждый уже может примениться. До 1 июля получается 40 дней. Я изолирую, но два поколения, уже на втором поколении, первое выходит полностью, и начинает выкармливать второе поколение. Я изолирую маток, месяц они у меня работают на последнем главном взятке, рядом отводок, не случайно отводок должен быть, ну, я не знаю, хоть на молодой матке делайте, хоть на старой матке включайте инстинкт, но они должны идти в паре, как два, вот этот мини-дуэт из двух семей. Всегда подстраховываются, всегда будет рабочие, в рабочем состоянии этот у вас двойной стоячок, мало ли какая ситуация, в какой семье по маткам. и то ли объединить их на главный взяток, то ли рамками подсиливать, как вы предлагаете, но самое главное, чтобы было откуда подсиливать, потому что если дать сейчас, посадить на развитие основную матку, перезимовавшую, и не сделать никакого отводка, ну, это очень рискованно. Пасека без отводков, это не пасека, это не пчеловодство вообще, настолько рискованно. То поменяли матку, то она отроилась, и еще не факт, что пчеловод, это с этим роем, ну, будем говорить, определить его, посадит и поймает его. Поэтому вот самый идеальный вариант, сделали как можно раньше отводок на старой матке. Для этого должна быть сильная семья, чтобы было с чего этот отводок сделать. Основная семья у вас пойдет, даже безматочная, на момент акации выйдет молодая матка, уже это будет такое хорошее состояние, ну, в крайнем случае, не такое рабочее, как при плодной матке, ну, что-то семья принесет. Но у вас хороший будет запас во времени, и обгулять маток, и старые матки включили инстинкт снова на развитие, и вы подходите к главному взятку, то ли липа у вас попадает в промежуточном, то ли к последнему медосбору, у вас есть с чем работать. Но делать большой перерыв, и не подстраховаться отводкам, очень рискованно, очень рискованно. Самый луч, тем более сейчас вы видите, как меняется климат. В марте месяца был такой взрыв развития, что отводки уже можно было в конце апреля, в начале мая. За целый месяц до цветения акации уже можно было сделать отводки. Отводки у меня сейчас уже на вторые корпуса переходят по развитию, со старыми матками. И на момент цветения акации уже обгулялись молодые матки. И стояк поселее, там он магазин, я вчера показывал в ролику, где стоят, ну, основные перезимовавшие семьи, и там стоят сверху магазины, потому что пчела не вмещается на верхнем корпусе. Внизу там, конечно, поменьше, там по четыре рамки пчелы, на две матки, каждая матка по четыре рамки пчелы, где обгуливаются автономно две матки. А сверху, где я собирал молочко, сконцентрирована вся основная масса пчелы. И вот я ее сейчас запускаю на этих, эту всю оставшуюся пчелу, эту массу на двух молодых маток. Была бы акация, был бы соответственно товар. Ну, акации нет, светение полный ноль, теперь будем идти дальше. Липа может точно так же показать, помахать ручкой и все. То похолодает, то зальет. Поэтому, и тут еще, какая, какой подвох, какой подводный камень, роевая пора еще не прекратилась. И для того, чтобы не попасть вот в эту неприятность, ни в коем случае не держать, я не держу, в крайнем случае, перезимовавшую матку, вот, не рискую, в этот роевой период со старой летной пчелой. Нет недели взятка, три дня недели взятка не будет, все, она сразу покажет вам роевое настроение. Чтобы этого не дождаться, я ей предлагаю то же самое проявить инстинкт, как при роении, но на искусственном взятке на стороне, старой матке. Все то же самое, она так же точно включается в развитие по максимуму и ну, уже одно и то же. В общем, я рассказываю и показываю. Делайте отводки на старых матках как можно раньше, обгуливайте молодых в основных семьях и вы подходите к концу сезона с удвоенной пасекой, с массой пчелы, с молодыми матками, сбрасывайте их воедино, либо автономно они вам дадут товар, закрывайте в изолятор на главный взяток. Есть даже в 2,5 месяца активного сезона по моему региону, я успеваю сделать и отводки, обгулять молодых маток и подойти к главному взятку вот с такой массой пчелы и с таким количеством пчелосемей на на своей пасеке. рисковать старой матки дать поиграться, сею, не сею, хочу, не хочу, взятка нет, все, пошло раение, потом погрызло маточники, потом опять вроде пошел взяток, началась активность, опять прекратился взяток, опять затормозил, опять пошли маточники, ну и так вот такая пробуксовка и на конец сезона получаем в результате ни развития, ни семьи, и есть, конечно, такие матки старые, призимовавшие, которые хорошо идут, ровно и по нескольку лет, ну, это лотерея таких маток, может породы, может линии какие-то, но основная масса, конечно, нет взятка, все, старая матка в присутствии старой пчелы летной, это раевой дуэт, это бомба, все карты спутают пчеловоду, а тем более, если пчеловод где-то задействован в работе, пчеловод выходного дня, значит, тем более, эта технология должна быть в основе, запланировал, приехал, сделал отводки и все, и голова не болит, так что обращайте внимание на вот этот нюанс раевой, раевой процесс, раевой инстинкт необратим, с ним очень тяжело справляться, бороться с раением это утопия, а управлять раением это искусство, поэтому всех призываю заниматься искусством. спасибо, Владимир Егорович, услышал я, что мне нужно было, спасибо, и еще один вопрос, вот когда вы прививаете на, для сбора маточного молочка, вы прививаете, ну, когда вот, я вот сейчас разгоняю, там, ну, чтобы мне в эту серию-то выйти, и каждый день добавляю по одной, по две, и вот, получается, прививаюсь вновь на восковые мисочки, на сухую как-то туго идет, вот уже, уже на, на старые, которые уже забрано молочко, и на молочко получается хорошо, а на сухую плохо, вот, и вот, что-то сегодня подумал, может быть, капельку молочка сначала кидать в мисочку, вы так делаете, или нет смысла? Это называется влажная прививка, конечно же, я делаю раствор на маточном молочке, где-то 30-ти процентный, в зависимости от внешних условий, если жарко, значит, 20-ти процентный раствор, пожиже, если прохладно, сыро, можно сделать 30-ти процентный, конечно, маточное молочко и вода, и капелька, такая, как пшенинка, на дно мисочки, туда ложу личинку, конечно же, прием будет лучше, особенно, если семья, воспитательница в полноценном режиме, то есть, плодной маткой, там, довольно-таки, капризная обстановка, если есть плодная матка, и мы даем прививочную планку, и как-то там что-то не так, понятно, что прием будет минимальный, то личинка не так лежит, то сухая, то подсохшая, в безматочных семьях, там проще, там как-то лучше реагируют пчелы, ощущая сиротство, на прием, на отдачу молочка, если у вас воспитательница с плодной маткой, значит, соблюдайте все вот эти вот моменты, и все ухищрения на увеличение приема, хорошо, влажная прививка, можно жесткий старт сделать, на ночь закрывать пленкой, ограничивать плодную матку в нижнем корпусе от воспитательного деления временно пленкой, чтобы был прием больше, и включились они уже в кармливе личинок, затем пленку на следующий день убираем, поднимается дополнительно молодая пчела-кормилица в верхнее отделение воспитательное, и процесс пошел, так что, если у вас воспитательница с плодной маткой через разделительную вершотку, то там, конечно же, желательно, чтобы была влажная прививка. Все, спасибо, пока нет больше вопросов. Добрый вечер всем пчеловодам. Владимир Егорович, я хотел узнать, какая стоимость маточного молочка и гомогената с медом? Спасибо. На сегодняшний день тут в моей регионе маточное молочко 30 гривен грамм, а гомогенат 4 гривны грамм нативный или 2 гривны грамм один к одному с медом. Спасибо. Ветер добрый, Игорь Шминская. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, делаем отводочек на старую матку, омолаживая, оставляем летную пчелу, ну, понятно, на самый вывод. А если нам надо поменять там, ну, на хорошую матку там, какую-то, да? То есть, получается, какой лучший вариант, на маточник, на неплодку или на плодную матку? Вы имеете в виду в оставшейся безматочной семье? Если правильно я понял, чтобы родительскую семью безматочную укомплектовать в дальнейшем маткой, либо маточником, плодной маткой, или молодой, то я работаю только с маточниками, только с маточниками. Молодую матку тяжело подсадить в семью, где есть полный набор пчелы, особенно старой летной. В крайнем случае, туда можно подсадить молодую матку, но сделать муляж. Маточник, ну, я не знаю, частенько я о нем говорю, на карандаш наматывается из ващины такая, ну, муляж бы, непонятно, прототип маточника, запускаю туда матку и помещаю в основную семью, но при условии, что там уже есть свой первый печатный свящевой маточник, тогда эту матку примут. Если же там своих маточников свящевых нет, разгрызут и уничтожат. А вот если плодная матка, подсаживать только на отводах безвлетной пчелы. Это из моей практики. В основную семью тяжело подсадить плодную матку. Можно, если вы старую, ну, можно старую посадить в клеточку, там сутки продержать, затем забрать старую клетку, матку из клеточки, сразу садим туда молодую, которую плодную вы получили и подставляем в семью, заклеиваем канди или восковой ващинкой и они выпускают. Или же матку уничтожают, если не дорожат маткой старой. Уничтожают, ложат в клеточку или пересылочную. Она там полежала сутки, затем туда помещается уже матка, которую вы хотите подсадить и ее выпускают как свою. Запах остается старой матки родной и они выпускают новую матку как свою. А вообще-то я работаю в этих семьях, на старой делаю отводок, понятно, о чем мы говорили, а в старой даю, то есть в родительскую семью безматочную даю только маточники. Несколько штук сразу, сколько корпусов, сколько я даю маточников. Обгуливают только маточниками. Во-первых, подсадка без проблем и обгул с одной серии сразу только через сетку обгулялись. Вот я сейчас, вчера показывал, сразу сетку меняю на разделительную решетку среди дня, никаких предварительных процедур примирения. Очень удобно. Там, где разнобой идет по обгулу маток в основной семье безматочной с разных серий, там уже обгулялась неделю, а другая только сейчас обгулялась, уже их через разделительную решетку очень тяжело примирить, потому что там разная активность феромонов у этих маток. Там нужно расплодом менять, открытым между, тасовать, выравнивать. Поэтому работаю с безматочными семьями только маточниками. Понятно. А это самое, маточник вы ставите когда? После запечатки первого свищевого, или после запечатки всех свищевых? В этом удаляете, потом ставите свои маточники? Желательно ставить его на десятый день. Я вообще-то ставлю маточник на выходе, на десятый день. Почему? В этот период уже нет ни единой ячейки открытой, то есть ни одного открытого расплода, ни единой ячейки. Выходит молодая матка. Даже если было роевой инстинкт, там уже намечался, то в отсутствии открытого расплода и присутствии всего-навсего одной матки, которая вышла, вы подставили, уже роения не будет. Нет претендента. Нет матки другой, нет маточника и нет открытого расплода. Поэтому с прививочной планки даю с одной серии маточники в такой период, в таком состоянии, когда семья. если расплода нет, там можно раньше давать, если нет расплода вообще никакого. Вот у меня нижние корпуса, туда опускаю все медовые и последние печаты на выходе. В этой обстановке абсолютно без расплодной и на одну только пчелу ледную даешь маточник, там у них нет выбора, потому что нет вообще ничего. они изолированы полностью и какую маточницу не подставишь, они с удовольствием принимают. А вверху собираю маточное молочко, там или какие варианты у меня по программе. То есть в основном это на десятый день. Если по всему стеку раздаю три корпуса, допустим, и три маточника раздаю, значит это нужно давать в то время, когда в семье не будет ни одной открытой личинки, даже трутневой. Потому что выводим маток мы в мае месяце, это роевая пора, капризная ситуация. Рой может выйти даже на свящевой матке, на свящевых маточниках, на тихой смене, процесс роевой необратим. Инстинкт очень цепкий жесткий. По срокам хватает предостаточно времени их обгулять, и вы видите ролики, какие семьи на конец сезона на главный взяток выходят. Несмотря на то, что период по вот этим возможностям обгула маток, по формированию отводки на старой матке, у нас два месяца, два с половиной максимум. И тем не менее, при таком подходе, при такой технологичности можно запросто вложиться в эти жесткие сроки активности, для того, чтобы выйти на конец сезона на главный взяток с такими показателями. Понятно, и одно еще маленькое уточнение. Получается, если привязать прививку к составлению отводков, то получается, вы делаете прививку и через день, через два делаете отводки. И в итоге, после того, как вы сделали отводки, у вас 10-11 дневный маточник получается, вы ставите или вы уже ставите маточник на выходе. Вы считать здесь очень просто. Вы только матки закладываются, когда у вас появилось на пасеке, в отцовских семьях, если практикуете формирование отцовских семей. значит, только появился печатный трутень массово в отцовских семьях, все, вы закладываете маточники. И в этот период формируете отводки. Там все, арифметика простая, оно все в одной цепочке увязано. Сразу и в отводах формируете и даете период время на безрасходного, не безрасходного, а даете возможность, когда все ячейки будут уже запечатаны. Как раз у вас созреют к этому маточники на выходе. Вы даете молодой, очень опасно давать молодые маточники, ну, когда матка еще сырая там. Вот только запечатали там через 2-3 дня и дают маточник. Никогда не давайте такие маточники. Только на выходе. Просчитать очень просто. Кстати, нюанс хороший. Всегда, если занимаетесь прививкой, то есть искусственного вывода маток и прививка, контроль всегда делайте по четвертому дню. Почему по четвертому дню? Потому что бывает вы личинку прививаете полтора суток и на четвертый день уже может быть запечатанная ячейка или личинка маточная. Прибавляйте 8 дней и выход будет первой матки. Если вы прибавите 16 дней от яйца, вернее 12 дней от суточной личинки, может выскочить первая матка и вся ваша серия пойдет на смарку. Первая матка выскочит вечером, а вы на следующий день на утро будете располагать, получить выход маток. Поэтому всегда по четвертому дню сегодня привили, через 4 дня контролируйте наличие маточников. если все открытые, значит нормально. На пятый день они будут запечатаны плюс 8 дней выход маток. Если уже на четвертый день запечаталось какое-то количество маточников, значит отсчет делайте именно прибавляя 8 дней к выходу маток от первого запечатанного маточника четвертого дня. чтобы не попасть вот этот просаг, когда выскочит матка одна и уничтожит вам всю серию. Так что там все просчитывается без проблем. Оно в одном конвейере все на одном дыхании делается. Владимир Тамбовская область. Владимир Егорович, вот 9 мая я сделал отводки на старых матках. в основных семьях потянули маточники, но я сегодня когда смотрел, я там не обнаружил ни маточника, ни засева. Если случится так, что матки допустим они пропали и погода не располагает особо, как дальше поступить? Ну здесь вариант какой? Либо только плодную матку уже нужно давать в эту семью. Если вы точно знаете, что обгула нет, а время уже прошло почти месяц, это дело идет уже к отрутовению. 9 если вы забрали маток плодных и завтра уже 9 это как раз тот период когда уже может появиться трутовка. Поэтому давать только плодную матку. Если есть отводки прям берете рамку с открытым расплодом с пчелой с маткой на ней и помещаете в эту семью. Они принимают без проблем в таком периоде уже на грани отрутовения. Или же молодую матку плодную или в общем плодная матка. В эти семьи давать только плодную матку. при условии если вы уверены что там матки нет. Бывает матку плодную подсаживают ее берут сразу в общем агрессию проявляют пчелы. там есть молодая матка по какой-то причине она не обгулялась. Может не обгуляться по причине инвалидности. Всегда через неделю у нас старые пчеловоды через неделю матку молодую просто если небольшое количество отводков бросали перед литком она если поднималась залетала назад значит все нормально обгулы можно ждать почти 100%. Если биологический там враг не подвернется типа щурки. А бывает такое что матку бросают перед литком и все так она там и осталась. А пчеловод ждет обгула. она может даже не способна вылететь но ее присутствие там есть и молодую когда плодную матку подсаживают может быть проблема поэтому дать для контроля можно дать рамку открытого расплода засева там или какого есть если подтянут свищевые маточники значит матки нет рамку забираете назад и даете плодную матку туда а исправлять маточниками ни в коем случае понятно что тротовка вам будет обеспечена такие семьи исправлять только плодной маткой но желательно конечно если семьи немного просмотреть в чем причина если тянут мисочки на перговых ячейках значит матки нет значит можно смело подсаживать туда плодную матку дело в том что у меня нету опасных маток я вот думаю если там ничего не будет может быть их обратно объединить стоит ну если нет у вас другого варианта конечно объедините снова вернете назад я кстати в предпоследнем ролике говорил что двухматочные отводки на старых матках обгул маток молодых в родительских семьях безматочных был под угрозой тоже по этой же причине плохой погоды и я как раз и оговорился что может придется даже возвращать в родительские семьи назад старых плодных маток потому что дело уже шло к месяцу безматочного состояния семьи а это период граничащий сотрутовение так что возвращайте назад значит просто объединяйте этот отводок или же возвращайте туда матку а в этом отводке где была старая матка пускай выведут свящевую и будет у вас в отводке облетится погода нормально восстановиться и облетится уже молодая матка у вас в этом отводке а старую матку возвращайте назад в эту семью потому что жалко если не дай бог появится тротовка и в принципе ну да будет задержка пробуксовка по сезону ну молодую молодую обгуляйте уже в этом отводке где была старая а старую плодную возвращайте в основную правильное решение спасибо спасибо добрый вечер владимир юрис руслан одесса скажите пожалуйста как по-быстрому можно найти матку чтобы закрыть ее клеточку ну вопрос конечно как быстро найти ну прежде всего матки должны быть меченые если вы связаны будете по своей судьбе практической с изоляцией или ну мало ли все равно меченая матка конечно во многом помогает обнаружить ее не обязательно для того чтобы быстрее найти посадить в изолятор затем ну на открытом расплоде понятно искать если идет взяток природе матку на открытом расплоде вы не всегда обнаружите очень часто ее загоняют на медовые крайние рамки поэтому ну это особенно касается последнего медосбора главного очень часто да я показывал ролики всегда пчеловод ищет матку на рамках с расплодом а она находится на крайней рамке медовой либо северной либо с южной стороны или восточной как там получается ну и ограничения плюс расплодной части от медовых корпусов разделительной решетки чтобы это было расплодное гнездо ограничено то есть ну в одном в одном корпусе поэтому такие вот варианты отмеченная матка ограниченное гнездо и плюс нюанс по обильному медосбору матку сгоняют на крайнюю медовую рамку ну вообще-то я не знаю я я проблем вот сколько 20 лет я занимаюсь изоляцией маток если мне нужно изолировать то я это делаю не в один день а изоляю изолирую по 100 штук а на протяжении 10 дней ну и как-то оно настолько уже вошло в такое ну беспроблемное беспроблемное мероприятие открываю какая-то плановая ревизия не плановая а время уже к августу месяцу изолировать маток попалось все клеточки рядом заизолировал и все если вопрос стоит изоляции маток и пасека 50-100 это же не значит что их кровоизноса нужно все в один день даже если пчеловод выходного дня ну одних одну партию в эти выходные вторую партию на следующие даже в течение двух недель эта процедура у меня бывает растягивается по изоляции но если изоляции маток изолирую я на 7 месяцев на 7-8 месяцев на всю зиму то растянуть изоляцию на 2 недели это капля моря там даже не замечается так что я не вижу в этом проблемы особой не попалась на лоза сейчас ну и ладно другой раз да короче я попрошу знакомого пчеловода он мне поймает эту матку мы пометим и я надеюсь что все-таки я ее буду закрывать в изоляторе и буду ловить ее да я понял спасибо просто очень сейчас сильно злые пчелы ну я думал что они у меня злые а так оказалось что у соседа злые просто видимо взятка мало и они охраняют этот улик как не знаю кто вот я так понял что уже изолятор можно пока не ставить аж до подсолнуха дотянуть я так понял да ну сейчас какой смысл вы ставите сейчас на данный момент самое главное чтобы уйти от роения от роения нужно было уходить формированием отводка но уже у меня язык болит одно и то же говорить предварительно старую матку в сторону все обгуляли молодых и вы забыли за роение за эту в роевую пору и в роевую пору можно сделать рентабельным эту ситуацию рентабельно я вчера об этом говорил в ролике ну пускай даже это не медово не направление маточного молочка но все равно уже рентабельность в лице удвоенной пасеки обгулянных молодых маток это уже задел на рентабельность окончания достойного достойно окончить сезон так что вот как то не спешите но я не знаю как у вас там ситуация сейчас какой смысл какие у вас еще медосборы если подсолнух как и у нас так же значит уже дотягуйте насколько получится роевая пора пройдет пару недель продолжительность дня 22 после 22 июня уже пойдет на сокращение и все роевая пора будет притухать потихоньку все уже даже старые матки если они проскочили роевую пору не отраились значит они опять будут проявлять активность хорошую и там уже на подсолнух вы заизолируете при желании да там получается будем ждать подсолнуха потому что есть подсолнух два поля недалеко там пару километров вот так что все понятно спасибо сцена по поводу поиска маток я в прошлом году тоже долго не мог найти матку потом сделал очень просто положила разделительную решетку на поле а сверху поставил пустой корпус и стряхнул с рамок всех пчел в этот пустой корпус. Пчелы все ушли вниз, а матка осталась на решетке. Да, да, я об этом знаю. Давайте пока не будем задерживать эфир. Может кто-то хочет задать вопрос Владимиру Егоровичу. Добрый вечер, Владимир Егорович. Подсадил матку и предварительно посмотрел, не было ни одной открытой личинки. Все были запечатаны. Пришел уже к выводу тому, что уже пора выпускать. Но перед этим решил проверить на всякий случай, мало ли, маточники. Открываю, на запечатанном расплоде, посередине, сбоку, везде там где был расплод, висят маточники. Маточники я убрал, вот, и опять оставил на день. На следующий день залез опять на те же личинках, только, ну, я имею ввиду рядом, тянут маточники. Подождал еще три дня, уже не стали тянуть, и тогда только приняли матку. Это естественно такая ситуация, или это из ряда вон выходящее? Ну, вы говорите, весь печатный расплод, а на чем они тянули? На чем они тянули, маточники? Уточните, пожалуйста, я не совсем, наверное, понял. Перед этим я посмотрел, весь расплод был запечатан, ни единого яйца. Рамку поставил туда, с расчетом, что выйдет молодая пчела, будет подмога молодой матки. Там уже раскрытого расплода не было вообще, то есть не должно было быть, потому что матка сеет от бруска до бруска очень хорошо, и полностью все видно запечатано. Там нету такого, что остается где-то. И с таким расчетом была подставлена рамка. Ну, вот такой вышел непонятный разбор. Ну, вы так, держите эту ситуацию, как вы говорите, из ряда вон выходящее, мало ли, может, какая-то аномалия. А может, что-то мы как-то недопонимаем в пчелах, или что-то меняется в ихнем поведении, неудивительно, с переменой активности солнечной и климата. Все может быть. Вы же видите, тут рождается. И вирусы на нашу голову новые. Хоть они не новые, они в природе живут миллиарды лет, а за нас вспоминают периодически. Так, может быть, что-то и в пчелах будет меняться. Ну, нам остается наблюдать и иметь в виду, что аномалия постепенно подкрадается и пчелиной биологии. Все может быть. Вы просто имейте в виду вот этот случай, и если где-то еще будет появляться на каких-то семьях, или, может, что-то так не получилось в самой технологичности. Ну, ничего, не смертельно. Да, благодарю. Это я сказал для того, чтобы другие, у которых вот надежда на то, что расплод уже там есть запечатанный, вот уже там не будет, ну, не на чем будет оттянуть, чтобы были внимательны. Почему? Потому что меня это тоже немножко шокировало. Понимаю, что это уже не должно быть, а все равно видеть такая ситуация. Поэтому, ну, и вынес на обсуждение. Возможно, думаю, может, я ошибаюсь, а тут оказывается уже аномалия. Ну, действительно, поэтому, ну, для этого и сказал. Благодарю. Ну, тут раз все молчат, я решил высказаться. У меня в семнадцатом году была ситуация, когда на запечатанном расплоде потянули маточники. Значит, я вот сейчас прямо по этому поводу размышлял, и мне пришла мысль в голову, что они оттянули маточники на тех, на тех печатных личинках, где еще в стадии личинки, ну, находилась пчелка. Вот, и в последние попытки, в надежде, вернее, они тянут маточники. У меня вышла матка с такого маточника. Вот, она облетелась, а нет, она не облетелась, так и трутовка осталась. Причем летала у меня с улья в ульи. Ну, с рамки взлетала, и потом я находил ее в другом улье. Вот такая вот история у меня. Да, может быть, кстати, если подставили рамку с печатным расплодом, и где-то сиротство такое было, ну, ярко выраженное, значит, будут отстраивать на последней, даже не полностью запечатанной личинке, последней, взрослой личинке, будут отстраивать маточник. Это уже из последних сил, из отчаяния, и даже на трутовых, на трудневых личинках отстраивают маточники, когда сиротство так ярко выражено. Поэтому рамку, если когда подставляют, ну, вроде визуально определили, что все от бруска до бруска печатные, ну, пчела находит то, что пчеловоду сразу в глаза не бросилось, а не нашли. Так что, ну, пускай это будет аномалия, пускай это будет просто не наше, мы не досмотрели. Главное, что такое есть. И то, что пчела будет при сиротстве, при осиротении таком жестком, из последних сил стараться найти спасительную личинку, чтобы там маточник отстроить, это в природе пчели есть, и этот инстинкт сильный. Ну, в общем, видите, вот так вот потихоньку мы и нашли причину, будем так говорить, что, может, это так и и было. Немножко поясню. Семью разделил, старую отделил от молодой, и в той, где старая, не дал маточник, с расчета того, что на днях должны прийти матки. Матки не пришли две недели. Потом я подложил... В этой семье уже был запечатанный расплод, который попал в эту семью. Я рассчитывал ее дать молодой семье, матке, которая придет с расчета того, что будет подсиливание. То есть там уже было запечатано несколько дней, но почему там, может быть, какие-то позже запечатаны были. И вот этих, наверное, потому что действительно это была личинка, это не куколка еще. Да, через личинку они запечатали, поэтому... А так, в принципе, куколку вряд ли они будут запечатывать уже на матку. Добрый вечер, Владимир Егорович. Наконец-то успел, так сказать, нажать матку. У меня такой вопрос. Ну, прежде, так сказать, делаем мы и на старых матках отводки, и строением боремся. Ну, я хотел попробовать метод Ковалева на два месяца запечатать, так сказать. Вот. Я понял, что надо расплод добавлять. Так. В какое время, мне интересно, так сказать, чередование, хотя бы по рамочке, так сказать. Потому что у меня уже расплода нет. С 13 мая в двухматочной семье две матки, старые, заизолированные, отхода вообще нет. Она работает сейчас, хотя и нет у меня так большого медосбора, но я вижу, принос идет хороший, так сказать. Но, интересно, что под клеточкой небольшой, я сделал небольшие клеточки, с гадимановской решетки склеил, так сказать. Смотрю, маточники все равно берут, берут, так сказать, яйца и рядом, так сказать, маточки. Посрывал. Ну, мне интересно, на два месяца ее до самого подсолнца зазрелать. И как, ну, чередовать, так сказать, давать им расплод. Раз в неделю или раз в две недели хотя бы. Спасибо. Ну, вообще, насчет метода Ковалева я только слышал. Не знаю, насколько вписывается его технология в наш конвейер по медосбору. Особенно. На этого сезона, потому что акация, ну, просто, не знаю, как Геннадий в вашем регионе, где, потому что у нас есть полосами, где-то хорошо показало, где-то вообще ноль полный. И для того, чтобы взять товар с этого медового конвейера двух месяцев, оказывается, достаточно, в общем, выдерживает пчела даже без подсиливания рамками. При условии, если вы заизолировали семью на третьем поколении. Вот выкормлено было два поколения, и пчела пошла выращивать третье. И вот третье поколение вам даст еще и выращивание, выкармливание расплода, когда вы выпустите там примерно, ну, через два месяца, я так понял, после подсолнуха уже. А насчет подселения, ну, я не знаю, для меня эта тема Ковалева не моя тема, в общем, по моей технологии, по моему направлению. И как часто подсиливать, и с какой периодичностью, если у вас есть отводок рядом, он, конечно, не помешает. Раз в шесть дней, давайте раз в десять дней хотя бы по рамке расплода, печатного на выходе. Если есть, откуда брать. Он никак, ничуть не помешает этот расплод, эта пчела, которая выйдет для того, чтобы семьи с изолированными матками держать вот в таком тонусе, хорошем, рабочем по количеству пчел. А то, что маточники тянут, пчела кормит маток маточным молочком, когда они долго там сидят. Матки, соответственно, разбрасывают яйца. Понятно, что они проваливаются сквозь изоляторы, и где-то в ячейке может появиться маточник. Поэтому за этим нужно следить. Этой ранней весной, бывает, после какого-то облета чистительного, часто я говорю, обращайте внимание на присутствие мостиков в самом изоляторе весной. И наличие там маточников даже могут появляться. И такая же самая картина сейчас и у вас. Вот с маточниками. Ну, может, да, может появиться и матка. Если прозеваешь, где-то они ее кормят, яйца разбрасывают, может появиться матка. Понятно, да? А подсиливание лишним не будет. Как часто? Ну, раз в неделю, раз в 10 дней. Было под кого подсиливать, откуда? Спасибо. Есть откуда подсиливать, так сказать. Ну, это эксперимент. Просто. Тут единственный коронавирус. Сейчас со Славянского в Краматорск не могу доехать. В Краматорске уже неделю, так сказать, не могу выехать. Да еще там другая пасека еще есть, так сказать, в Сирии. Ну, я смотрю, замечая по этой семье, она больше всех, так сказать, и на стенке сидит, и в ней откуда не знаю. Нет у нас здесь акации, я на Новом Свете почти, так сказать, чуть-чуть дальше живу, за Артемовским мостом. Тут ничего нету. Ну, откуда-то несут, Нехтар, я вижу, так сказать. Я сперва тут подкармливал немножко по 300 грамм, так сказать, раз в неделю. Думаю, хоть с голода не умру. А сейчас смотрю, у ней уже рамочки, так сказать, потяжелели. Все уже прекрасно, так сказать. Я просто вот я слышал, до этого там Сережа задавал вопрос, вы говорили, что надо подставлять и так дальше. Ну, мне заинтересовало, так сказать. Не угроблю я, так сказать. Ну, матки, все нормально, живы. Живы, это семья самая сильная специальная. И там еще в Сирии сделал там тоже такой же эксперимент, пошел на эксперимент, так сказать. Вот, мне хочется проверить. Я всю методику Ковалева просто, так сказать, слышал. Ну, хочу ее сделать, так сказать. Спасибо, Владимир Егорович, так сказать. Вот, вот такой паршивый. Вот такого не было. Не доехать, не приехать. Хорошо, у кого пасека под задницей. Спасибо. У меня, да, в конце так, промарку такую. Да, у меня как раз такая ситуация. Я в изоляции на своей собственной пасеке. А насчет того, что там что-то где-то они откуда-то приносят, вот я два ролика перед этим делал акцент на состоянии кормов в безматочных семьях. Там, где изолированы матки, нет открытого расплода. И там, где нет вообще маток, ну, то есть матки на Абгуле молодые, тоже нет открытого расплода. Но летная пчела носит. И там, в крайнем случае, если она что-то не приносит, она сохранила то, что у нее было, потому что кормить некого. А если в природе появляется какой-то взяток, каждая капля идет за крома. Идет, ну, в товар так будем говорить. Потому что нет открытого расплода. Все. Часть они берут как горючее для полета, летная пчела. Ну, а большая часть, конечно, не выкармливая никого, может уже складываться в ячейки. Почему и тема изоляции дает преимущества вот такие небезвзяточные полностью, а в местах с рискованными сбором. Я был в одной, там, нескольких странах Ближнего Зарубей. Там, где условия такого резкого земледелия, кормовая база, соответственно, для пчел такая же зона риска своеобразная. Ну, то, что пчелы приносили, они все расходовали на расплод. Я как-то об этом говорил. Ну, а потом они узнали тему, прослышали нашу по изоляции и стали применять. Оказывается, мы не думали и не знали, что у нас столько можно брать монофлорного меда. Немного, там, килограмм по 10 товарного, но тем не менее. Ну, вот помогает, видите, изоляция создает безраслонный период, хоть и кратковременный. И за это время пчела успевает принести какой-то товар. Ну, все на усмотрение пчеловода, все на усмотрение региона, района. Почему и книга эта и вышла с четырьмя вариантами изоляции. Для каждого климата, для каждого региона любой точки земного шара. Если пчеловод поймет вот эту сущность, какая должна быть периодичность, кратность, расстояние между изоляциями, именно вот 40 дней, тогда можно ее, можно смиграться в любой зоне, в любой кормовой, при любой кормовой базе, в этих, при этих рисках. Главное, чтобы уметь управлять этим. Для этого нужно знать, чем управлять. Так что будем применяться. Какие бы там аномалии, как бы нас не стращали, но у нас тоже безвыходная ситуация. Нам нужно просто приспосабливаться то ли изоляцией, то ли еще чем-то, безрасходными периодами. Ну, раз уже мы в этом ремесле, значит, будем думать, как выживать. Так, ребята, еще один вопрос, и я буду закругляться. Так, разрешите задать вопросик, я немножко не понял, про август месяц. Матку выпускать на все 45 дней, или там как-то двумя периодами, чтобы она снесла там часть яиц, подождать, пока выйдет расплод, и потом еще раз ее открыть? Или она целиком должна гулять все 45 дней? Нет, у меня, если вы уже в августе выпустили, перед этим она была закрыта, ну, у меня, допустим, в прошлом году, и практикую я последние годы, на июль месяц полностью закрывает, с 1 июля по 1 августа. И с 1 августа до первой декады сентября она полностью работает на засев, на расплод, на выкармливание, то есть матка работает на зимовалую пчелу. И затем закрывает уже на всю зиму. То есть никаких периодичностей выпустил, закрыл. Все, выпустил 1 августа, и до 1 сентября минимум. А желательно, конечно, чуть дальше. Ну, все зависит от того, какой климат и у кого, какие возможности по кормовой базе. Есть такие места, причем недалеко от нас. 10 сентября еще качают. Поэтому у нас, допустим, так вот. Июль выбрали полностью последний товар, собрали всю пиргу оставшуюся, собранную, накопившуюся, залито. Выпускаем матку. Белкового корма достаточно, углевода тоже полно. Клеща обработали, нет расхода. И все. И готовим готовая пчела в зиму. Так что 40 дней, если это позволяет, ситуация без никаких ограничений. Над дыханием. Спасибо. Добрый вечер, Владимир Георгиевич. Буржуи на связи. Значит, тогда, если можно, небольшое уточнение. На какой период для наращивания пчелы лучше выпускать матку? И чем вы это мотивируете? То есть, вот на сколько именно дней и почему? Спасибо. Спасибо. Уточните, пожалуйста, о каком периоде идет речь? О том, что я только что говорил? Августе? Или... Уточните вопрос. Да-да. Для наращивания пчелы в зиму, на зимний период. То есть, именно почему и сколько дней надо наращивать пчелу, которая будет зимовать. Спасибо. Августа с головой хватает, если еще захватите 10 дней сентября, но так как вот по моему, по моим наблюдениям и по моей практике. Я 10-го, 1-го августа выпускаю, и 10-го августа уже даже закормлены, с 1-го августа, с 1-го сентября даже даю по 6-10 килограммов сахара с КАС-81. И матки в первой декаде сентября уже закрыты в изоляторе до весны следующего года. То есть, вот вам вот такой период. Ну, что сопровождать, что этому сопутствует, безяточный период, обработка клеща, понятно, это же сопутствующие такие положительные моменты. Вообще, месяца, месяца, ну, я сторонник того, чтобы это было не меньше месяца, где-то до 40 дней. Вот так вот, как будет получаться. Ну, вот у меня было так. Август месяц отработало. До 10-го сентября были же матки все в изоляторах на последнюю изоляцию полную, длительную. Вот вам мотивация. Какая мотивация, чем я объясняю? Вот объясняю тем, что зимуют, закармливают, даже успевают и сахарную подкормку взять. Опять вредный буржуй. Значит, хорошо. А чем вы мотивируете? Это получается, грубо говоря, 40 дней практически. То есть, два поколения пчелы. То есть, одно поколение выходит и, соответственно, начинает кормить опять второе поколение. Насколько я понимаю, да? То есть, в зиму идет уже это первое поколение, которое кормит, это второе поколение. Оно получается уже как бы, ну, свое жировое тело все-таки изнашивает, да? То есть, оно в зиму не идет. А идет в зиму только второе поколение. Тогда какой смысл держать 40 дней и больше, то есть, два поколения выращивать, если можно вырастить одно поколение по максимуму и сразу закрыть? Ну, это все будет зависеть от того, какая пчела у вас осталась на момент, в каком состоянии, какой был медосбор. Ну, тут тоже нюансы. На момент выпуска маток с изоляторов 1 августа. Я сторонник вообще того, чтобы в зиму шла пчела, выкормленная молодой пчелой. Физиологически, календарно, возможно, старый, но физиологически молодой. Молодая пчела способна усваивать блок пыльцы. И она выделяет маточное молочко полноценное со всем набором незаменимых аминокислот. И молодая пчела, я считаю, чтобы выкармливала именно поколение зимующих пчел. А в августе будет выкармливать это первое поколение старая, календарно старая пчела. Та, которая уже пыльцу не усваивает. Она выкармливает его за счет жирового тела, собственного жирового тела. А молодая пчела будет выкармливать второе поколение за счет того, что она будет усваивать поедаемую пыльцу. Ну, так вот я веду такие наблюдения практические и показываю это соответственно и по результатам. но слышу, что достаточно бывает и месяца. 25-30 дней, как вы говорите, что достаточно того, чтобы одно поколение выкармить и все, и ограничиться именно этим. Ну, пожалуйста, работает и такое. Ну, все будет зависеть от того, насколько изношенная, истрепанная будет пчела по сезону, по медосбору вам выкармливать эту зимующую пчелу в августе. Если был щадящий такой медосбор, перед этим и расплода была выкармлена этой пчелой небольшое количество. Значит, она сохранила потенциал жирового тела достаточный для того, чтобы выкармить зимовалую пчелу полноценно. Но все тут относительно. и по наблюдениям. Вот у меня в прошлом году было именно так. Сделал эксперимент. Хватит ли месяца? Ну, на 40-м где-то дней это закончилось. Так что попробуйте и будете знать именно вот этот нюанс, как у вас будет выглядеть такой вариант, если вы решитесь попробовать августовский вариант зимовалой пчели, выращивание зимовалой пчели вот таким вот способом. Да, спасибо большое за ответ. Значит, ну, я почему спросил. Я, допустим, выкармливаю зимовалую пчелу три недели, то есть 21 день, все. Ну, когда там получается, не успеваешь маток, просто их как бы много и всех закрыть, не то, что там в один день, да, за неделю иногда не успеваешь, просто есть другие дела, но я про что, значит, в принципе, если мы постоянно с генератора расплода подсиливаем вот эти медовики, ну, которые сидят в изоляторах, да, то есть молодая пчела там какого-то возраста все равно присутствует в каком-то количестве, да, и выкармливает она неплохо, в принципе, личинку, все. У меня тогда последний вопрос, а вы пробовали какие-нибудь делали сравнительные эксперименты, вот допустим, продержать три недели, выпустить матку на три недели и закрыть, и допустим, от сорок дней, потому что три недели это все-таки 21 день это одно поколение, а сорок дней это все-таки практически два поколения, то есть не делали сравнительные эксперименты и какой силы семьи потом как бы были, вот чтобы именно убедиться в этом, на практике. Спасибо. Эксперименты не делаю, сразу говорю. Я эксперименты сопоставляю вот такие, как вы сейчас озвучили, 21 день достаточно для того, чтобы с нормальной пчелой пойти в зиму. И плюс вы оговорились о том, что периодически можно было использовать каких-то доноров, подбрасывать печатный расплод, выходила пчела, да, что в этом случае тут совсем картина другая и ситуация. Не имеется в виду, как вот Ковалевский вариант закрыл и на два месяца все, весь конвейер взял и эта пчела без подсиливания, никаким печатным расплодом она должна выкормить зимовалую пчелу. Вот тут уже вопрос. Поэтому есть наработка ваша 21 день этого достаточно, есть наработка моя 30 дней и чтоб конкретно разбить пасеку на несколько вариантов и выбрать такую изюминку среднюю, самую лучшую. Ну, нет смысла. Нет смысла, потому что работает в моем практическом эксперименте. Меня это устраивает. Может и 21 дня хватит. Не 30 дней, а 21. Ну, плюс-минус неделя 10 дней, ну, абсолютно тут никакого. Ну, съезд на килограмм при наращивании пчелы в зиму, съезд на килограмм меда больше и всего-навсего. И одно поколение 21 день, но это еще не одно поколение. В принципе, можно, да, если взять 10 дней, она будет сеять за эти 10 дней при полторы тысячи сутки. Победители не судят. Все. Вот так получается у буржуя так получается берем на вооружение Малыхина такой вариант, Ковалева такой. Все. Каждый под свой регион применили. Получается. Но с учетом того, чтобы, конечно, не получилось на период воспитания зимовой пчелы уже летающая хитиновая арматура, а не пчела-кормилица. Соответственно, такое будет и зимующее поколение. раз есть возможность подсилить периодически расплодом, то тут вообще по-другому картина будет выглядеть. Никаких опасений. Там разновозрастная пчела на выходе получится при выкармливании зимующей пчелы. В общем, работает. Есть он финский вариант. Вообще валят на вощину, отстраивают и сахаром, и поляки, Игорь Павлик, я о нем говорил, полностью забрал весь расплод. В сентябре месяце забрал весь расплод. Вот та пчела, что была в улье, дал 6 рамок вощины, 15 килограмм инверты, все, отстроили, перезимовали, лучшая, самая лучшая семья на всю пасеку. Вот вам потенциал биологический пчелиного организма. Так что будем собирать такие вот моменты практические от практиков, экспериментаторов держать их на вооружении и поменьше паники при какой-то, при каком-то сложившемся экстриме. Просто об этом нужно знать. Вот вот так получалось, значит, нечего нечего хмигать. Работать надо и применяться. Так, ребята, все. Большое спасибо всем за общение. Спасибо модераторам за связь. Ну, будем стараться в регулярность общения по понедельникам, как будет выглядеть, как там сезон, если еще какую-то аномалию не подкинет очередную. Значит, вроде как выровнял более-менее объем работы своей, обстановка такая, будет располагать к общению по занятости, по времени. и если будут вопросы, значит, будем уточнять. Если они, если, конечно, наше общение проносит какую-то пользу, какие-то нюансы, мы уточняем, в практике сразу можно применить, желательно посезонно, конечно, по сейчас, по этому времени, не обсуждать, как там зимовать мы будем, а именно то, что сейчас будет нужно для того, чтобы достойно подойти к концу сезона, а затем уже как достойно и войти в зимовку. Всего доброго, спокойной ночи, до свидания, до следующей нашей радиоконференции. Да, спокойной ночи, спасибо. Спасибо большое, Владимир Игоревич, пока ночи. Благодарю, Владимир Игоревич, спокойной ночи. Спасибо, до следующего раза, Владимир Игоревич, до свидания.